Добрый день, уважаемые студенты стоматологического факультета. Сегодня вашему вниманию предоставляется очередная лекция «Экология питания. Ксенобиотики в пищевых продуктах. Влияние контаминантов на состояние метаболических процессов». Что касается актуальности сегодняшней лекции, то вы прекрасно понимаете, что для нормального существования необходимо ежедневно получать определенные соотношения белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных элементов. Рациональное и сбалансированное питание – это процесс поступления в организм и усвоения ими веществ, необходимых для покрытия энергетических, пластических затрат, построения, обновления тканей и регуляции функций. Согласно теории сбалансированного питания, необходимо, чтобы в пище должна покрывать энергетические затраты на физическую, умственную работу и на обеспечение функций всех органов, то есть покрывать основной обмен. Для нормального функционирования необходим и достаточный объем пищи. Ну и понятно, что для нормального роста, развития, поддержания жизнедеятельности необходимо, чтобы все вещества, о которых я уже говорила – белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли поступали в организм в нужном количестве. И если происходит разбалансировка, то тогда возникают различные заболевания. Сегодня на нашей лекции мы сами поговорим о негативных тенденциях в состоянии фактического питания населением, остановимся на цели государственной политики в области здорового питания, поговорим о приоритетах, остановимся на ксенобиотиках, пищевых продуктах, рассмотрим их патогенные действия на организм человека и закончим основными рекомендациями в области здорового питания. Итак, как я уже сказала, здоровье, долголетие, работоспособность людей зависит от сложного комплекса факторов условий жизни. И при этом главным из них является питание. Несмотря на прогресс в медицине, гигиене и технологии производства продуктов питания, сохраняются негативные тенденции в состоянии фактического питания как населения Российской Федерации в целом, так и у жителей Самарской области. И этому, как вы понимаете, есть несколько объяснений. Ну, во-первых, произошло усложнение пищевой цепочки. Это связано с тем, что индустриализация, урбанизация, высокие темпы жизни привели к тому, что от момента производства продуктов питания до продажи цепочка, конечно, значительно удлинилась. И, соответственно, увеличилась вероятность повышения содержания токсикантов как естественного, так и искусственного происхождения. Далее, очень такой тенденцией нехорошей является снижение в пищевых продуктах полезных веществ. Это касается, прежде всего, белков и микронутриентов. Значительное место в структуре питания населения занимают хлебобулочные продукты, а вот потребление мяса и мясопродуктов, овощей и фруктов снизилось. А это, соответственно, приводит к разбалансировке рациона питания. Повсеместно происходит замена натуральных продуктов геномодифицированными. Некоторые, особенно дорогостоящие продукты, фальсифицируются. Ну и, в общем-то, происходит недостаточно жесткий контроль на всех этапах производства продуктов питания. Учитывая вышеперечисленные, исходя из значимости здорового питания для будущего поколения нашей страны, были определены приоритеты, которые призваны улучшить структуру питания населения. А на основании этих приоритетов была разработана концепция государственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации. Целью государственной политики в области здорового питания является сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний, которые обусловлены отклонением отправленного питания у детей и взрослых. А основной задачей государственной политики в области здорового питания является создание экономической, законодательной и материальной базы. И выделены основные приоритеты. Ну, во-первых, первое. Производство в необходимых объемах продовольственного сырья и пищевых продуктов. Доступность пищевых продуктов для всех слоев населения. Высокое качество и безопасность пищевых продуктов, обучение населению принципом рационального питания и постоянный контроль за состоянием питания. Безусловно, одной из центральных проблем является оценка обеспечения качества и безопасность продуктов прежде всего детского питания. А для этого необходимо создание индустрии специализированных продуктов для беременных, для недоношенных детей, отдельно для школьного питания и для различного категории больных детей. Для ликвидации дефицита белков и микронутриентов создаются индустрии по производству белка и биологически активных добавок к пище, а также усовершенствуется технология обогащения пищевых продуктов. Постоянно совершенствуется технология оценка безопасности пищевых продуктов. Определяется приоритетность загрязнителей пищевых продуктов. Определяется характер и выраженность токсических эффектов и их распространенность в пищевых продуктах. Выявляются особенности метаболизма и механизма действия. Разрабатывается и обосновывается допустимая суточная доза и организуется и проводится анализ результатов мониторинга и рассчитывается реальная суточная нагрузка на человека. Нарушение в структуре питания оказывает пагубное влияние на здоровье человека и может стать причиной развития таких заболеваний, как инсульт, инфаркт, атеросклероз, гипертония, ожирение, онкологические заболевания. Установлено, что высокое потребление насыщенных и трансжирных кислот в сочетании с большим потреблением мяса и малым потреблением овощей и фруктов является причиной более 30% всех сердечно-сосудистых заболеваний. Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы составляет в странах СНГ 68% от всех причин. Для сравнения в Европе этот показатель 43%. Одной из больших проблем в современном мире является избыточная масса тела. В странах Европы избыточная масса тела примерно у 10%. В России таких людей гораздо больше. Основной причиной развития ожирения является энергонасыщенный рацион питания, потребление жирной пищи, снижение физической активности. Часто увеличение массы тела усиливает развитие коронарной патологии и сопровождается развитием инсулин-зависимого диабета. Другой проблемой является, напротив, недостаток питания, что приводит к замедлению роста, дефициту массы тела, развитию слабых и средних форм анемии. Снижение в рационе овощей и фруктов, а также преобладание потребления красного мяса может стать причиной рака толстой кишки. Анализ российской и зарубежной литературы показывает, что недостаток белков, жиров, витаминов, микроэлементов в пищевых продуктах становится причиной развития множества заболеваний. Например, дефицит животных белков в районе 15-20% от рекомендуемых величин, дефицит полиненасыщенных жирных кислот на фоне избыточного поступления животных жиров, выраженный дефицит витамина С, который отмечается практически у 70% населения, недостаток витамина группы В и фолиевой кислоты порядка 60-80% является очень серьезными проблемами. Также не менее важной проблемой является недостаточность ряда микроэлементов и макроэлементов, особенно у людей пожилого возраста, что сопровождается такой патологией, как остеопороз, повышенная ломкость костей, а недостаток железа приводит к развитию анемии. При недостаточном потреблении с пищей витаминов В2, В6, ПП развивается сиборейный дерматит, хейлоза, ангулярный стоматит. При недостатке витамина А развивается гиперкератоз и происходит выпадение волос, а ранние поседения волос связывают с недостатком витамина В3 и меди. При недостатке в рационе цинка нарушается рост волос, ногтей, развиваются дерматиты, экземы, угревая сыпь, повышается частота кожных опухолей, что связано со снижением функций вилочковой железы и уменьшением синтеза Т-лимфоцитов. Недостаток цинка может привести к замедлению роста и полового созревания, а также отклонениям со стороны центральной нервной системы. Это депрессия, ухудшение памяти, снижение аппетита. Причинами развития недостаточности цинка может быть прием высококалорийной жирной углеводной пищи, избыточное потребление антагонистов всасывания цинка, кальция, а также дефицит витамина А. Благоторно влияет на обеспеченность организма цинком, постное красное мясо и морепродукты. Недостаток селена, особенно в эндемических районах, приводит к развитию болезни кишана, это кардиомиопатия, болезни кашина-бека, это хроническая остеоартропатия. Основным источником селены являются овощи и морепродукты. Снижение селены в пище является предрасполагающим фактором развития ишемической болезни сердца, панкреатита, тромбоза, астмы, язвенного колита, рематоидного артрита и даже онкологических заболеваний. Селен необходим также для успешной репродукции. Снижение селены у женщин может стать причиной выкидышей, бесплодия, а у мужчин приводит к снижению подвижности сперматозоидов. По данным Всемирной организации здравоохранения, заболевания, связанные с дефицитом йода, представляют серьезную проблему для здравоохранения 118 стран мира. Только в России более 65% даже населения проживают в условиях йодной недостаточности. Йод – это важнейший биогенный элемент, роль которого для жизнедеятельности человека очень важна. Он является составной частью молекул гормонов щитовидной железы тироксина и триотиранин. Потребность в йоде ежесуточно составляет до 150 микрограммов в день. Особенно богаты йоды морская капуста, морепродукты, хурма, фейхоа. Содержание йода в таких распространенных продуктах питания, как молоко, яйца, мясо, овощи, зависит от уровня йода в почве, поэтому в йоддефицитных регионах они не могут служить источником поступления этого элемента в организм. Дефицит йода в организме приводит к развитию йоддефицитных состояний. Это наиболее частая неинфекционная патология человека. При этом эндемическое увеличение щитовидной железы, вот на слайде как раз это показано, является наиболее очевидным, но не самым главным последствием йодной недостаточности. Гипотироксинемия, который сопровождает зоб, ведет к множественным нарушениям в организме человека, влияя практически на все развитие, начиная с отклонением репродуктивного здоровья, процессов эмбрио и фетогенеза, становлением интеллектуального и физического развития ребенка и заканчивая психосоматическим здоровьем индивидуума. К сожалению, пищевые продукты давно уже стали не только источником необходимых для здоровья человека веществ, белков, жиров, углеводов. Практически все продукты содержат химические и биологические загрязнители, а также пищевые добавки, которые мы сами можем назвать токсикантами. Проживание в условиях экологического неблагополучия приводит к обогащению пищи эко-токсикантами. Мясо и мясопродукты могут содержать антибиотики, нитрозамины, гормональные препараты, нитриты, молоко и молочные продукты, пестициды, антибиотики также, токсические элементы, полихлорированные бифенилы. Рыба может содержать нитрозамины, полихлорированные бифенилы, соли тяжелых металлов, например, ртуть. Овощи и фрукты в процессе своего роста и созревания накапливают микотоксины, пестициды, нитраты. К числу растений, особенно склонных накапливать нитраты, относятся сахарная свекла, шпинат, морковь, листья салата, капуста. Нитраты могут превращаться в нитриты, взаимодействовать с гемоглобином и приводить его в метгемоглобин. Когда 70% гемоглобина инактивируется, организм испытывает резкий недостаток в кислороде, наступает удушье даже смерть. Нитриты накапливаются не только в растительной пище, их добавляют в мясо, в колбасу, рыбу, сыры в качестве консервантов, а также для улучшения их товарного вида. Вот, например, в сырокопченой колбасе содержится до 150 микрограммов на килограмм нитратов. Ну, вареные они тоже есть, но чуть поменьше. Обратите внимание, на слайде здесь показан нитрат-тестер. На практическом занятии мы с вами можем также провести работу по изучению содержания нитратов в продуктах, которые наиболее часто используются в рационе, в картофеле, в морковке, в огурчиках, и убедитесь, насколько они содержат в той или иной степени нитраты. С продуктами в организм человека попадают также соли тяжелых металлов. Свинец накапливается в овощах, особенно выращенных около автомагистрали. Ртуть может аккумулироваться в рыбе, в печени, в почках, кадмий, в грибах, а также в почках свиных и говяжьих. Ксенобиотики могут поступать в пищу из упаковочного материала. Например, если используется полихвориловинит, и поэтому в продуктах, распособленных, вот в таких вот пакетированных материалах, это вот сок, например, может содержаться поливинилфлорид. Консервные банки также могут быть источником некоторых чужеродных элементов. Например, если они потеряют герметичность, они могут стать источником свинца и кадмия. Для продления сроков хранения продуктов приданием товарного вида очень часто стали использовать пищевые добавки. Пищевые добавки – это вещества, специально добавляемые в продукты питания для придания им специфического вкуса, цвета, аромата, формы, консистенции, а также это удлиняет срок их хранения. Добавки могут быть как природные, так и искусственные. В настоящее время в производстве продуктов питания используется до 500 различных добавок и в различных комбинациях. Названия этих химических веществ раньше писали на этикетках полностью. Сейчас их заменили на такую аббревиатуру вам известную – Е, и дальше идет порядковый номер. Надо сказать, что из множества Е-добавок фактически только две можно считать безвредными. Но даже их врачи не рекомендуют употреблять детям до 5 лет. Это Е-363 – янтарная кислота, подкислитель. И Е-504 – это карбонат магния, это разрыхлитель теста. Все остальные, как вы можете обратить внимание на этом слайде представленные, классифицируются как подозрительные, запрещенные, опасные, вызывающие расстройство кишечника, повышающие давление, вызывающие расстройство желудка. Некоторые из них являются канцерогенные, а другие являются не просто опасными, а очень опасными. Патогенные действия чужеродных веществ на организм очень разнообразны. Они могут влиять на пищеварение, усвоение нутриентов, нарушать метаболические процессы, снижать иммунозащитные силы организма или вызывать сенсибилизацию организма. Большинство чужеродных веществ обладает общей токсическим действием. Они могут ускорять процессы старения, но и могут оказывать влияние на какую-нибудь конкретную систему. Могут воздействовать на печень, почки. Некоторые из них обладают нейротоксическим, гонадотоксическим, эмбриотоксическим, тератогенным, мутагенным, канцерогенным и так далее эффектами. Накопление в организме ксенобиотика неизбежно влечет за собой нарушение клеточного метаболизма. Как уже указывалось выше, заболевания, связанные с нарушением структуры питания населения, представляют довольно серьезную проблему. И поэтому так важно вовремя осуществлять профилактику и исследовать определенным рекомендациям. Итак, рекомендации по питанию касаются качества питания и включают следующее положение. Здоровый пищевой рацион основан на потреблении разнообразных пищевых продуктов, в основном растительного, а не животного происхождения. Несколько раз в день при каждом принятии пищи нужно употреблять крупные продукты, макаронные изделия, рис, картофель, ну и, конечно же, небольшую порцию хлеба. Это замедляет и даже останавливает развитие хронических заболеваний и уменьшает рост всех видов опухолей и тем самым увеличивает продолжительность жизни. Избыточное потребление макронутриентов из насыщенных жиров молока и молочных продуктов, мяса и мясных продуктов отрицательно влияет на здоровье человека, так как уменьшение потребления красного мяса и, наоборот, потребление большого количества овощей и фруктов снижает риск развития онкологических заболеваний. Прежде всего, например, рака толстой кишки и рака груди. Поэтому, конечно же, в рационе несколько раз в день необходимо употреблять разнообразные овощи и фрукты, желательно выращенные на месте. И, как вы видите, нужно потреблять не менее 400 граммов в день. Ежедневно в рационе должно содержаться молоко с пониженным содержанием жира. Желательно потреблять такие продукты питания, как кефир, кисломолочные продукты, сыр, йогурт. Жирное мясо и мясопродукты нужно заменить фасолью, бобовыми, рыбой, яйцами. Полезен пищевой рацион с малым содержанием сахара, не более 10, от дневного энергопотребления. Общее потребление соли, включая соль в хлебе, должно превышать 1 чайную ложку, это 6 грамм в день. Причем лучше использовать иодированную соль. Для профилактики йододефицитных заболеваний необходимо употреблять не только иодированную соль, но и иодированные молочные продукты. Также йод можно добавлять в хлебобулочные изделия. Ну и, конечно же, для профилактики йододефицитных заболеваний как можно больше употреблять продуктов, содержащих йод. Я уже вам говорила, это, в конце концов, морская капуста, морепродукты, ну и другие полезные для организма продукты. Эффективным на сегодняшний день является разработка специальной диеты на предприятии, где действуют неблагоприятные факторы производственной среды. Например, если человек работает с радиоактивными веществами, ему рекомендовано больше употреблять молока, молочных продуктов. Употреблять яйца, печень, которые богаты метионином, лицетином, которые стимулируют жировой обмен в печени и повышают ее детоксикационные функции, ну или обезвреживающие функции. При работе, связанной с производством кислот, щелочей, соединением хлора, фтора, фтор, содержащих удобрений, рекомендовано больше употреблять пищу, богатую белками, это опять-таки мясо, рыба, молоко, а также поле ненасыщенными кислотами. Это, например, растительные масла или молоко и сыр, которые обогащены кальцием. Эти продукты, особенно молоко, повышают защитные свойства организма, уменьшают действие радиоактивных веществ и токсических веществ на печени. А кисломолочные продукты стимулируют выведение свинца из организма. Мы будем на практическом занятии, которое так и называется «Экология питания», достаточно подробно разбирать, какой рацион питания считается нормальным, какие должны продукты быть ежедневно в рационе человека, чего не должно быть, что нужно минимизировать для того, чтобы вы понимали, что каждый продукт питания является фактически сегодня не только полезным с точки зрения необходимых белков, жиров, углеводов, но и, к сожалению, содержит вещества, прямо или косвенно влияющие на наш организм. И в завершении лекции хочется привести высказывания Гиппократа, которые очень актуальны, особенно в настоящее время. Пусть пища будет вашим лекарством. Благодарю за внимание. Продолжение следует...